Продолжение следует... Переходим теперь еще к некоторым моментам, которые связаны именно с Новым Заветом. Интересно, что очень близко к пророческой литературе стоит один из новозаветных жанров, который появляется в жизни и служении Иисуса Христа. Это совершенно замечательный жанр притчи. Христос рассказывает притчи, в общем-то, фактически делает то же самое, что делали пророки, когда совершали какие-то действия и использовали эти действия в качестве наглядных пособий. Иисус показывает рукой и говорит, вышел сеятель сеять. Смысл притчи заключается в том, что Иисус говорит о духовном на земных примерах. Каждый из нас, особенно те, кто проповедует, иногда рассказывают притчи. Вот современная притча — это что? Откуда вы берете материал для современных притч? Из жизни чьей? Можно своей, можно другую. Правда, не стоит проповедникам, пасторам брать притчи из жизни своих жен и своих детей, не согласовав с ними. Да, потому что есть такая традиция не очень хорошая, такой обычай. И вот решить, что мои дети — это мой материал для проповеди, бесплатный такой. И церковь все знает про детей пастора. И когда дети выросли, они говорят, вот нам пастор рассказывал, когда вы были маленькими, вы делали то-то и то-то и то-то. Вот, потом дети приходят и говорят, папа, ты вообще что? Вот, ну или как-то даже по-грубее это говорят. А когда вы рассказываете притчу, вот когда вы, например, в своей проповеди или в своем служении рассказываете притчу, обычно вы притчу рассказываете зачем? Чтобы время потянуть, чтобы людей позабавить или зачем-то еще? То есть мне нечего сказать, я сейчас, по-моему, анекдот расскажу. Чтобы лучше раскрыть тему, чтобы лучше раскрыть некую истину. Притча, вот здесь мы перебрасываем такой мостик, точно так же, как и в нашей проповеди, в Священном Писании притча также рассчитана для того, чтобы раскрыть одну конкретную главную тему. Иисус в определенных обстоятельствах, в определенном окружении, определенным людям что-то такое рассказывает. Точно так же, как вы сидите, допустим, и к вам обратились к душепопечительским вопросам, и вы говорите человеку, слушай, садись, давайте я расскажу одну историю. Вы ему рассказываете эту историю, потому что хотите на этой истории донести некоторую истину. Поэтому, анализируя притчи, готовясь к проповеди по притчам, к воскресной школе по притчам и так далее, обязательно задавайте себе вопросы. Кто это рассказывает? Кому он рассказывает? По какому случаю рассказывает? Что это за аудитория? О чем шла речь до притчи? О чем идет речь после притчи? Если есть интерпретация притчи, содержащаяся в самом библейском тексте, если Христос сам интерпретирует свою притчу, например, для учеников, как он это часто и делал, посмотрите на эту интерпретацию, что он там говорит. И вот у нас есть люди, которые сегодня представят нам в контексте библейском интерпретацию одной из притчей Иисуса Христа. Ирина и Саша, да? Мы бы хотели сегодня поговорить о притче о добром самарянине. И возникает вопрос, кому Иисус и по какому поводу рассказывает эту притчу. Иисус нас спрашивает законник, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И стих, место, книга Луки, 10 глава, 26 стих. Иисус отвечает от него. Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. То есть законник в этом стихе обобщил требования закона, который записан в книге Левит, 19 глава, и в книге Трозакония, 6 глава, 5 стих. На что Иисус отвечает ему, так поступай и будешь жить. Но желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» Возникает вопрос, почему здесь такие слова, желая оправдать себя, в чем законник желал себя оправдать. И возможно потому, что среди книжников и фарисеев было распространено такое мнение, что ближними для них являются только праведники. Вспомните, пожалуйста, извините, Саша, вспомните, пожалуйста, еще об упористическом толковании писания, которое было популярно у законников. Вопрос, а кто мой ближний, это великолепный вопрос как раз толкования того времени. Почему этот вопрос великолепен, и почему он задавался? Значит так, возлюби ближнего своего. Человек по букве закону пытается это сделать, и понимает, что любить других он не может. Вот есть люди, которых он любить не может. А как в старом английском стишке в переводе маршака «Любить весь мир легко, ты возлюби храпящего соседа». Значит, особенно к тем, кто живет в общежитии. Это относится, потому как вот тогда все очевидно. Сосед ты все-таки храпит. И конкретно ночью состояние, отношение, которое ты к нему испытываешь, это не отношение любви. Значит, тогда, видев в себе эту проблему, законник пытается решить эту проблему через определение терминов. Помните, да, прежде чем начать о чем-то говорить, мы должны определить термины. И законник спрашивает, а кто мой ближний? Потому что, ну, может быть, удастся определение дать так, чтобы, ну, скажем, получилось «А ближний – это тот, кто разделяет, я не знаю, твои привычки, да, тот у тебя приятен». Или уж, по крайней мере, как это было в Иудее, ближний – это один из нас, один из Иудеев. То есть, вот Иудеи, ты люби. Кроме того, тут ведь в Иерусалиме много и других ближних, римские всякие товарищи и прочие. Отойдя от Иерусалима, с саморядами встретиться можно? Вопрос – а кто мой ближний? Вот отличный вопрос толкования. Интересно, как Иисус его решает. Он не уходит в определение, говорит, давайте разграничим ближнего и дальнего. И вот, если то-то, то так-то, если то-то, то так-то. Он говорит, отвечает притчей. Интересно, что даже христианская церковь, даже раннехристианская церковь, попадала буквально через сто лет уже после Иисуса Христа, она попадала в эти сети законничества и пыталась сдать определение. Ну, например, в Новом Завете говорится о добродетели гостеприимства. Да, мы, христиане, должны быть гостеприимными. Вот, а кто мой гость? Спрашивали христиане. Когда проявлять гостеприимство? Вот, ответ был, ну, прежде всего, к своим повериям. А кто свой поверия? Как понять, вот, гость, который к тебе приехал, он свой поверия или нет? Решение, которое выработали ранние христиане, поражает своей красотой, но при этом изумляет своим законничеством. А решение было такое. Нет, не нужно ему устраивать доктринальный экзамен. Доктрины он, скорее всего, не знает. Очень просто. Вот, если он у тебя в гостях один день, то это брат и сестра. Если он два дня остается и не уезжает, то это, скорее всего, тоже брат и сестра. Если он три дня остается, то, наверное, это все-таки тоже брат и сестра. Но ежели он у тебя в гостях остается более трех дней и не уезжает, и нет веских причин, по которым он не уезжает, то это язычник. Тогда от заповедей гостеприимства мы, вообще говоря, освобождаемся. И вот этому товарищу, который пришел к нам, понятно же, они приходили от дома в дом иногда и так далее, вот, этому товарищу можно сказать, там, ты не брат и не сестра, вот, я, значит, гостеприимство к тебе не испытывать совершенно не обязан. Замечательное решение, не правда ли? Попытайтесь к себе в своей практической жизни это применить, вам приехал человек и никак не уезжает. Вы смотрите, три дня он не уехал, язычник, все, значит, до свидания. Вот, но смотрите, что Иисус делает. Он не поддается на эту провокацию, он не пытается дать определение, он рассказывает некую притчу. Давайте перейдем к содержанию самой притчи. Содержание пересказывать не надо в целях экономии времени. Мы это знаем. Но давайте попробуем связать эту притчу с тем вопросом, который был задан. Пожалуйста, Ирина или Саша. Вопрос. А кто мой ближний? Когда Иисус рассказал притчу, Он опять сказал, спросил у книжника, кто же ближний? И книжнику пришлось давать ответ. И Христос сказал, тогда иди, и ты поступай так же. Я хочу немножко пояснить, что у книжников и фарисеев отношение к грешникам было неправильное. То есть у них ненависть к греху была естественным следствием любви к праведности. Но понятно, что нужно любить грешника, а не любить грех. А у них истинная праведность, истинная праведная ненависть не является... Они ненавидят грешника. Да. Да. Пожалуйста. И вот отсюда у них и заблуждение. Отсюда у них и нет понятия, кто мой ближний. Потому что они Иисуса Христа всегда обвиняли в этом, что Он ест с грешниками, мытарями, блудницами. То есть ближним оказался кто? Ближним оказался кто этому человеку, по вашему беду? Грешник. Ну, насчет грешника я не знаю. Все мы грешники. Самарянин. Это 37 стих. Он сказал, оказавший ему милость. Интересно, что законник даже не отвечает. Самарянин. Это слишком серьезно, это слишком круто. Данный вопрос. Да, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Так же это как? Оказывая милость. А отношение законников к другим людям часто строилось именно не на милости, а на осуждении. Вот подумайте, пожалуйста. Просто для нашей конкретной жизни о людях, с которыми вы в чем-то не согласны. Я вот ему скажу, а тут все неправильно делается, совершенно не так. Я сейчас это самое, я его переделаю, он у меня совершенно будет другой. Как он так может? Или как она так рассуждает? Можно шуметь, махать руками сколько угодно, а ты окажи милость. Вот и ты иди, поступай так же. А ты прояви любовь. Вот иди, поступай так же. Иисус обличает, обратите внимание, что фарисеев он обличает, потому что до фарисеев иначе уже не достучаться. Но к мытарям, лудницам и прочим товарищам он проявляет любовь. К апостолам, которые на протяжении трех лет его не понимают, и даже в последнее время, в последние уже дни говорят глупости ему периодически, он проявляет любовь. К нам с вами он проявляет любовь. Вот вам удивительная штука. С фарисеями особый разговор. Фарисеи отвергли то знание, которое они имели. Потому что в отличие от блудниц и мытарей, фарисеи имеют знание о Боге. Им дано. А они предпочли это знание отвергать. То есть тут совершенно другая история, совершенно другие отношения с людьми. Вот притча засветилась новым светом, заискрилась новыми красками, когда мы эту притчу рассмотрели в библейском контексте. Потому что вне контекста ее можно интерпретировать очень просто. Делай добро. Ну и собственно это верная интерпретация, она часто используется. Делай добро, помогай людям. Но в контексте священного писания ее смысл куда глубже. Ну например так. Мы призваны проявлять действенную любовь даже к тем, кого по плоти не готовы назвать своим ближним. Сегодня брат задал вопрос о тюремном служении. В личной беседе брат задавал вопрос о тюремном служении церкви. Вот когда церковь занимается тюремным служением, когда идешь в места заключения, собственно говоря, ощущаешь себя как человек, который ну, я знаю или я догадываюсь, что сделали эти люди, и мне трудно проявлять к ним любовь. И вообще так им и надо. Они расплачиваются за свои преступления. А священное писание говорит по-другому. Проявляй любовь. Вот, собственно говоря, притча о добром саморенении. Здесь нам приходится сталкиваться еще с одним, к сожалению, врагом нашего, нашей экзегетики, нашей герменевтики. Извините, пожалуйста, но это враг называется детская воскресная школа. Имеется в виду вот что. Есть масса библейских историй, которые мы, особенно те из нас, кто выросли в христианских семьях, помним еще с детства. Вот картинки в детской Библии. Давид и Голиаф, допустим, да? Такой маленький Давид, такой здоровый бугай Голиаф. Бульничком запустил, и все круто. И мы также с детства помним, как это интерпретировать, как это толковать. Вот с Господней помощью, когда Господь тебя ведет, никакие Голиафы тебе не будут страшны. И это правильно. Понимаете, ничего плохого в этом нет. Проблемы возникают, если человек даже и до 20, 30, 40 лет так и остается с этим уровнем интерпретации, уровнем толкования детской воскресной школы. Если он воображает, что объяснение, данное в детской Библии, исчерпывает глубину библейского текста. Если он считает, что тогда в 8, 9, в 10 или даже в 15 лет, учащаясь в воскресной школе, он понял все. Но ведь это касается, друзья мои, не только герминевтики, и не только интерпретации священного писания. Это касается, допустим, интерпретации художественной литературы, не уходя далеко в дебри, ну вот в каком классе читается преступление и наказание Достоевского? По-моему, в 10, в 11, там где-то. А чего они там понимают, вот в 10, в 11 классе преступление и наказание Достоевского? Нет, что-то они, конечно, понимают. Была старуха-проценщица, ее у кокол дядька, а потом совестью мучается, что он, собственно, мучается. Кто как понимает. А покаяние Раскольникова в результате свидетельства Сони многие просто не замечают. В советские времена даже не принято было замечать. Вопросов, которые ставит Достоевский, многие тоже не замечают. Конечно, слышат об этих вопросах, когда учитель литературы рассказывает, даже запоминают формулировку, но дальше, глубже, чем запоминание формулировки, они не идут. Школьник читает Островского, Грозу, и читает потом Добролюбова, и узнает, что Катерина оказывается луч света в темном царстве. У кого-то возникают вопросы. А какой она, собственно, луч света? В чем ее качество выражается? Но кто-то, собственно говоря, так и выходит из школы с четкой убежденностью, что да, Добролюбов прав, и она луч света в темном царстве. Все. Вот тут ситуация, в которой, по крайней мере, по отношению к Священному Писанию, верно вот что. Возвращайтесь, снова и снова возвращайтесь, даже к тем местам, даже к тем фрагментам Священного Писания, которые вы, как вам кажется, давно уже знаете. Возвращайтесь, перечитывайте, вспоминайте. И действительно, Господь каждый раз вам что-то новое будет открывать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...